Отец наш Небесный, благослови эту беседу. Духом Твоим, святым, каждому дай духовное рождение, что были вводимы Духом Божиим, а не человеческими мыслями. Ибо на суд Божий, представший, будет судим по слову Твоему, а не по человеческим выдумкам и преданиям. Тебе, Господи, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Значит так, вот давай мы сейчас так рассудим. У тебя баба Валя, да? Да. Баба Валя, у меня родная сестра. Она Валентина Тихоновна. И вот если нарисовать так вот, Тихон и Марь, это мои родители. А одних я, сын их. Вот через них, через родители, я с Валентиной. Это вот один переход, это второй. А у Валентины сын Давид, третий переход. А у Давида ты, четвертый переход. Вот мы с тобой родственники в четвертой степени. Вот как определяется. Так что мы кровные родственники. Наши хромосомы где-то сойдутся, прочее. У вас есть мои книги? Есть. А к истинному православию есть? К истинному православию. Ты можешь запомнить это? Да. В оглавлении. О войне. О притягивании. Дальше, значит, немножко сюда встать. Там свет бьет тебе. Давай сюда, покушай. Еще маленький. Все, все. Давай, что совсем, что тебя солнца не хватало. Вот видно. Подайся еще маленький. Вот так. Люди мира сего, они многое берут силы. Угрожают. Принуждают. Вводят войска. И прочее. У Бога не так. У Бога сила в Слове, в Нем. Если мы внимательнее к Слову Божию, то увидим, нигде апостолы за оружие не брались. Там все описано. Нигде. Вот берут молодых, послали в Чечню. Их переколотили там. Всего, как говорят, 600 или 400 человек лежат там где-то в холодильниках, не могут определить, кто. Это для военного ведомства дорого там ДНК брать, родственников. Как это дорого? Жизнь и так далее. За что? Сейчас Рамзан Кадыров, там мир. Мы в Чечне были несколько раз. И прочее. За что? Зачем пошли туда? Так вот сегодня государство дает возможность отслужить альтернативно, без принятия присяги. Присяга вообще запрещена, клятва. Не клянись вовсе, ни небом, ни землей, ни чем. А тут клянусь. Это не подойдет никак для верующих. Я говорю о верующих. Я тебя спросил, ты христианин? Ты говоришь, да. Ты веришь в загрудную жизнь? Ты ответил, да. Ну, поэтому я с тобой так и говорю. Что такое альтернативная служба? То есть заменяющая. Дается альтернатива замена одного другим. Но для этого ты должен представить справку. Справка от священника. Не просто я верующий. А справка, заверенная у него на бланке, что ты такой, ты являешься прихожанином такого-то Рождества Пресвятой Богородицы или какого-то храма города Барнаула, священника, и кого-то другого. Я правильно говорю? Вот. И он скажет, да, этот мой прихожанин, христианин, который причащается не на отлучении, ты не под эпидемией. А если тебя священник за дверь выводит, они скажут, да какой ты христианин-то? То есть характеристика священника должна быть положительная. И когда в армию берут, то сегодня с военкомом рядом священник сидит. Вот интересное дело. Пришли какие времена. А почему не служили? Да Сергий Радонежский благословил. Не надо ничего отвечать. Сергий ответит за себя. А я за себя отвечу. Убийцы цесарствия Божия не наследуют. Определенно. А на войне убьешь. Такая разница. Жизнь отнял. Я ничего на него не имею. Чего я пойду воевать? Чего ради должен в Афганистане? Ты думаешь, мало убили? Четырнадцать тысяч и семьсот трупов. Четырнадцать тысяч. Девушек никогда не выйдут замуж. Четырнадцать тысяч семьсот материи проливает слезы по сегодняшний день. И раненых, покалеченных там до семидесяти тысяч. Я статистику беру из артенда. Ну и она не меняется. Похоже, что усынагрившаяся. Зачем? А которые оказались в плену хуже смерти. Или принимай мусульманство, или тебе и то же горло режут, и они резанные лежат, хрипит. Голова уже откинута, он видно здоровый, крепкий. Сегодня только он говорил, а тело оно движется. И за ноги его сваривают в яму. В интернете я все это видел. Тебе это надо. А если тебя взяли, и ты без присяги, и тебя взяли, допустим, у нас есть составленные, которые мы отдаем. То есть я могу идти за раненными. Как по велению совести фильм надо посмотреть. Да, есть. Видел? Он один пошел против всего. И на поле брони, и вышел его, как все ценили. Сколько он спас. То есть на минном поле, там подрываются люди. Но там раненый командир лежит или рядовой. Я пойду. Подавать снаряды не буду. Корректировать огонь, куда стрелять не буду. А рыть окопы буду, чтобы вы спаслись. То есть я говорю, вы меня можете использовать, можете убить, но я не отступлюсь. Христос мне запрещает это делать. Ну а это надо военком принести справку. И за какой-то срок до призыва. Там тоже какие-то условия. А не так, что ты. Наши ребята, которые они все отнесли. Что интересно. Таких отправляют ходить за тяжелобольными, за загрязными. И вместо полутора года, два с половиной. Но у нас ни одного не брали в армию. Не то, что два, а ни одного дня. И вот его призывают в армию. Это отец Геннадий Фаспорт, который рассказывает. А вот когда-то в детстве, ломал руку. Так, идите, посредитесь. А он с бородой. Ну он пошел, посригся. Вернулся снова, идите. Он пошел снова. Я говорю про город. А городу нельзя трогать. Бог не споведал это. Почему? А вот преподаватель в Томском университете был. Физик, математик. И дальше. И вдруг Бог располагает в сердце военачальника. Военком или кто там. И говорит. Ну у тебя какие-то повреждения есть? Он говорит нет. Ну хоть что-то. Ты ломал, да? Руку ломала. Ну ты вот так-то не можешь повернуть. А я так поворачиваю маленько. Ну правда не могу. Ну не можешь. Мы это запишем. В военной службе не будем. Понял? То есть Бог повернул в сердце начальника. Он сам сделал. Он еще в семинаре учится. Академию окончил. Спященник в Абакане. Хакасия. Вот так. То есть я тебе ничего уже говорить не буду. Потому что в материале у меня книги к истинному православию. А я говорю о любителе врагов ваших. Там все написано. Все примеры. Жития святых. Что Христос говорит. Почитай. Если тебе это не подходит. Значит идет тебе подходит другое. Там пойти в спецвойска. Ну знай. Тебя в плену держать не будут. Тебя сразу пристрелят. А когда молодых толкают туда. Да еще ты без присяги был. Даже в плену. Тебя дадут там работать. Что-то там. Камни таскать или. Теперь. Если тебя где-то возьмут. И как сейчас сегодня старики. Там дедовщина. Бьют. В наше время этого не было. Я служил там в 60-м году. В 61-м. У нас совершенно не было этого. Оборони Бог. Вот спрашивают в Израиле. Служат. А как насчет дедовщины? Ох. Это дорогое удовольствие. Сразу его арестовывают. И больше никто его не видит. Укажет телефон. Он может нажать кнопку. И сейчас прокуратура военная прибудет в этот день. Израиль. У нас тоже могли бы это сделать? А ведь речь идет о тысячах. А что? И знай удар в сердце. Он кончился. Статья там куда в сердце он кончился. Знает куда ударить. Ну он выдержал. Бежал. Его ловили один раз. Потом ушел. Он и... Я не знаю. Лез 6 или 7 он скитался где-то грузчиком. Прятался под воротник. А потом пришел. У него около 10 болезней только насчитали где-то. Ну... Матери какие-то воинских матерей. Что-то такое вот. Защита. И там... Материнский комитет. Материнский комитет. Да. Материнский комитет. За него скупился. И теперь его там то ли лечить стали, то ли что. У него с него вышел. А если бы он пошел, вот как так называемые свидетели Югова. А я ни один не служил. Ни у Гитлера, ни у Сталина, ни у кого. А сегодня таких даром они не нужны. Со мной сидели двое в лагере. Хорошие ребята. Еретики, конечно. Там супер-еретики. Ну... Хорошие. Работают отлично. И вам хорошо. Вам грибы разрешили. А нам не дают. Они там по ремонту швейных машин. Там что-то такое были. То есть такие люди есть. Во всем мире. За сто лет ни один воин не служил. Значит, можно. Заходи там государствам сатаны. Ты лишнего не говори. Скажи, нам заповедут молиться за старея начальствующих. Мы молимся за Владимира Путина. Меделя, премьер-министра. Вот у нас губернатор Латайского края Александр Богданович Карлин. Молимся за Дональда Трампа, который есть. В Эрдоген, этот в Турции. Александр Лукашенко. Петр Порошенко. Вот мы за всех молимся. Нам повеление это от Бога. Чтобы Бог дал мир Израилю, России, Украине, Сирии. И молимся о тех, которые попадают. Трудные обстоятельства. Я тебе это говорю. Сам многое видел. Мне просто Бог это дал. Вот у меня была специальность. Когда я сейчас говорю с военными. Да брось трепать. Что-то такой специальности нету. У меня была. Я сразу попал в подводный плод. Но это верит. Я говорю, плавать подводный плод. Не пришлось. Мы были на ремонте подводных плодов. Увезли на Камчатку. И дальше. Дальше я поступил в морепозное училище. Я знаю, что я работал. И в Балтии я работал. Дальше. В это время, в 60-м году, только что организуется, образуется, как сказать, ракетные войска. И ставится маршал Неделин. И в ракетные войска, видимо, дали указание набирать людей только с 10-ю классами, с техникум, с университетом, там какие есть. И мы стояли, встали, это один летчик, другой подводник, третий, там набрали такие, которые есть. Но потом переодели, здесь на ласкане пушечки были такие, ракетные войска. А маршал Неделин, вскоре Неделин, ракета готовилась. И она на старте взорвалась. А от него нашли только звезды-герои. Еще нет. Герои. Так вот, в это время меня ставят, переводят, техник-смотритель воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. Должен старшины, а я рядовой, мне сразу сержанты, три лыжки. И я уводительного у меня было с 1 января до 31 декабря. Уводительный на год. Что означает? То есть я езжу в разные города, Хабаровск, где живут офицеры. Осматриваю дом, его годность, надо ли ему получать квартиру. То есть я должен дать отчет, офицер там уже дальше продвинут. Вот такая удивительная должность. Я в это время занимался языками. Немецкий, английский, французский. Я останавливался в общежитии института иностранных языков, чтобы свое дело делать. Вот как Бог делает. И поэтому надо мной фактически не было такого, как сейчас. Ну допустим, ты сейчас придешь, тебя загребут, забребут. Ну в первую же тебя там осоложат, вот ты там зеленый. Вот скажут там стирай, то другое. Постираю. Еще тебя не убудет. Постираю. Не надо. А после этого скажи, поговори маленько. О Христе ему скажи. Ему станет стыдно. Помалкивай. А в свободное время показывай на турнике, что у тебя кое-ще тут есть. Ты не просто тюхтя какой-то. Я в то время много занимался спортом. Не говори, что я маленький-то. А я занимался в спорте, стрельба, я знал кое-ще. Но нигде не пришлось применить. Когда дрались на ножах, я в толпу урывался. Расстаскивал людей. Глупо. Ну вот так было. Я жила сильно, видела все это дело. Я понимал, это не надо было делать, я еще не мог сделать. А потом эти люди приходили, благодарили, что спасли себя. Убивали друг друга. И вот в армию, если возьмут и попадет такой над тобой и издеваться будет, не отчаивайся. За тебя будут молиться. И Бог как-то так сделает. Когда пути человеку угодны Богу, написано, то Бог и врагов его, примеряет с ним. Вот на мне служил начальник, я написал стихотворение в тюрьме. Пойдет КПСС. Пал, Рим, КПСС. Везде будет лозунг. Христос воскрес, воистину воскрес. Да, партия, мы тебя тут знаем. Я говорю, так в Библии написано. В Библии написано, ну, наверное, так и будет. Прямо мгновенно начальник переменился, вражников по мере, подполковник. Вот и все. Их деньги на этапах по тюрьмам тащат. Только заводят, и тебе уже расположены. Всем дают матрасы, там их рвались, там, глядеть, боязно. У меня отводят сороку, отойди в сороку. Я стою. Потом заводят у меня специально для вас. Я знал, что вы приедете. Как вы знали, верующий. А он сам баландер, называется, срок отбывает, уголовник. И он думает, он мне даст хорошее. Я буду молить, ну так оно и есть. Я молюсь. Ему тоже знают, что ему будет добро. Я его первый раз вижу. То есть, свидетельство о Боге. А как ты молись? Бог положит на сердце. Кому сказать? Начальство будет знать. Есть такое, может быть, грубое выражение у запрещенных. Не залупайся. То есть, сказали слово здесь. И брат на воротнике не видит. Да подойдет. Да ты что? Да за грудки. Молчи, опусти. Не надо незначенного. Тебя, христианин, творит про себя молитву. Считай Богородицу. Отче наш там где-то. Ударит там то другое. Ничего, стой спокойно. Это намного легче, чем тебя, когда потянул вторую, в петлю засунут. Это намного легче. Тем более, когда ты терпишь, если страдаете несправедливо, то блаженны вы. Только бы не пострадал, кто как злодей, как ворка, посягающий на чужое. Он у тебя масло будет брать. Масло. Тебе без масла кусок наполовину. Ничего. Бог даст тебе и силу, и крепость. Он тебя будет там, что-то у тебя есть отнимать. И сопротивляйся. Требует, говорит, верхнюю одежду. Там нижнюю, отдай верхнюю. Это делай ради Христа, не потому что не могу сдащи дать. Это надо знать. А какой бы ты ни был, смелый, сильно ты спать ляжешь. И в это время он заточенная ложка тебе, и глаз выбитый. Что угодно. Никогда врагов не наживай. Не бойся, открыто молитесь. Везде зайди и перекрестись. Я православный. Я везде буду молиться. В столовой или где-то будут. Заварить тебе суп, поливать. Ничего. Ничего. В свое время придет, я герностерку выжму и съем. В трудных обстоятельствах. Вот. Бриться, скажи, я не буду. Не положено. Вам надо, брейте меня. Я был где-то в юрле, в лагере меня брили. Я сам не брился. Бриту, руки не взял. Ну, не положено. Я христианин. Посмотрите, вот наша. Возьми с собой журнал там какой. Есть такой где-то митрополит Корнилий. И посмотрите, вот это наша церковь, глава тут. Мы открыты, Русь скрестилась, когда приорили эту веру. Мы не сектанты, не еретики. Мы православные. Так а православные всегда воевали. Промолчи. Ничего не доказывают. Для себя знают. Война запрещена христианам. Мы молимся, помогая молитвой. Как Николай Касаткин, японский, война была, так японский прозван. Он имел дар выучить язык. И там епископа ему поставили. И вот война, 1905 год. Он вышел в пастры и говорит, молитесь за победу японского оружия. Пастры-то японцы. И закрыл дверь и ушел. Конечно, он молился за победу русскую. Но их молитву Бог услышал они его. Япония победила. Россия отдала там порты свои, флот погубили, там Куропаткины. Сколько не заялся гордый варяг. Сдается. На дне лежит. И нигде не противоречит. Ударит воду щеку, что? По центру. Стой, поверни стороной. Скажет, тебе так нравится. Да я тебе, да ты ничего. Ко мне заходит Валерий Астраханцев. Он баптист. Ну, они там выпили все, пришли. Пьем, пей. Я не пью. Не пьешь? Они вызвали офицера, его вытащили в тамбур. Его избили, страшно как. Ну, и когда приехали туда, там, так этот баптист. Баптист хуже относится, чем православный. Ну, еще давай, ему челюсть сломали. Кажется, ребро, что-то. Кто-то сообщил. Как в начале трепать, это офицера всех забрали. А ему дали отпуск. Он приехал ко мне на работу, пришел. Баптист. Сейчас мы там у них прислите. Ну, по-нашему, это не прислите, потому что по положению через епископа нету. Но сам по себе очень хороший человек. Пострадал. Да. Ну, Господь допустил. Без боли Божьего этого не было. Вот я в то время, когда служил, я Евангелие слова не слышал, не знал. Но Бог так сделал, что я глупости-то творил. Какие? Пошел добровольцем записываться воевать в Алжире. В Алжире? А почему? Глупость. Там на французском, я французский лучше буду знать. А что пуля мне там готова и прочее, что французский регион, я бы пошел. Я с детства с ружьями был, стрелял там, у меня 199. Или 99. Бог спас меня. Меня турели туда не послали. А на родине остался и здесь служил. И давали отпуск, домой ездил. И Бог сохранил. Нигде не заводи никаких. Никаких друж, как говорится, шашли. Шуры-муры с женщинами. Женщина, главное смерть. Если у тебя будет связь с женщиной, тебе не выйти из армии. Ты можешь погибнуть. Или у ней найдется кто-то до этого. Или Господь тебя покинет. Женщина, это яма. Это капкан. Это Шолохов пишет. Об этом у них там грешат говорить в Тихом Доне. Я тебя называю литературу, которая еще оттуда. Никогда, нигде. Никак. Придет свое время. Отец сосматривает. Без боли родительской этого не будет. Отвечает так, как отвечают чеченцы. Вот так. А если русские восстанут, там будут с кем-то нравиться. Отойди в сторонку. Отойди. Да ты не помогал, а мы тебя убьют. Ты к Богу гоним. А мы все равно умрем. Что-то. Смерти не бойся. Смерти нет. Есть только переход с одного состояния в другое. А если будешь трясись, так туда-сюда для тебя никто и уважать не водит. Таракан проклятый. А вот этот-то православный тоже. Зашиву. А ты что, разговаривай. Спокойным голосом молись. Не обзывайся. Никак. Ничего не говори. В Евангелии у тебя маленькая кармана есть, нет? Есть, а то вон у меня синенькая. Вот такое. Новый Завет целиком. С сотым, да? Да. Возьми-ка принеси. Кало 600 с правого. Смотри, такой? Ну, похоже. Точно такой же, да? Похоже. Поменьше, по-моему. Значит, тебе не нужно. Ну, можно взять. Спасибо. Мало еще порешил. Если не будет, еще дадим. Чтобы у тебя было свое. Мало того, возьми, ну, несколько. Кому-то подарить. Скажется, не запрещено. Потому что священники во многих воинских частях. Мы в одного были. Он, кажется, Остриков. Побили, надо посмотреть. Отец Игорь. Он в парашютно-десантных войсках. У него прыжков более 2 тысяч, что ли, за 500. Прыжков. Молодые боятся. Он им показывает пример. Мы уезжаем. Он говорит. Помогите мне. Парашют достать. А парашют 200, что ли, тысяч стоит? Да кто ж его достанет? Мы таких денег не знаем. Я на такой нет. Нынешний я на дорогу потратил уже 200 тысяч тысяч здесь. Сащербным. Ну, это другой разговор. Есть такие священники, которые поблуждают к войне. Это было при царе. Даже с винтовкой, с мещом, с пистолетом. Не иди туда. Мы мирные люди. Мы доверились Богу. Если бы мы жили правильно, Гитлер не родился бы. Его не было. Защищать они от кого защищать, его бы не было. Он пришел наказать. Это вещь Божия. Это Чингисхан, Тамерлан, Тахтамыш, которые приходили. Эти люди всегда были Наполеон. Приходили наказать. Это вещь Божия. И мы должны просто обращаться к истории. Нет. Если мы живем правильно, Богу угодно, Он защитит нас. Враг голодит, накорми. Жаждет напой. Делает это, соберешь ему горящие угли на голову. Горящие угли. Как они будут? Волосы у него закипят. Полейка продолжила размножение. Ты меня хорошо слышишь? Нет, хорошо. Я тебя не зла желаю? Нет. У меня от тебя никакой нигде нету. Я хотел спросить. В интернете, у вас 10 класс, наверное, заканчивают, там танцуете. Ты там танцевал, нет? А? Я танцевал. Танцевал. Ну, вальс танцевали. Ладно. Дело в общем. В 12-м томе, открытым оком, это в мягком переплете, последняя книга, Синяя, корешок. 12-й, запомнишь? Там у меня про старообрядцев. И там из старообрядческого журнала, называется «Старообрядческая мысль» 1914 год, кажется. Танцы. Что они означают? Прочитаешь. То есть где-то ты можешь не доверить, а тут никак. Старинный центральный журнал «Старообрядчество». Там все. По чему мы приятнее женщины, чем парню с парнем. Он называет «утаченный разврат». И поэтому не надо это делать. Отойди. Ты посчитай. Это не мои слова. Там, кажется, Муравлевский пишет. Я оттуда перепечатал. Зачем мне придумывать, когда умные люди уже все сказали. Я вот в жизни ни одной минуты, ни одного поворота не сделал. Бежит. Парень, парень, где моя парень, а? Вопросы? Вопросы. Тебе не нужно, вот именно, как писать надо заявление? Можно. Можно. Вот именно ссылается, там, говорится, статья такая-то, уголон, такой, кодекс Российской Федерации, Конституции, номер такой-то. Это надо посмотреть, в каком томе, и ты списал бы. Это надо ко мне зайти, я компьютер включу, и там мы увидим. Я какое-то слово такое заряжу, как раз заряжу, и как раз это будет, заряжающе. Писал у нас, одели его письмо, и романаха на Фанаила я поместил. Ну, а у Валентины с Володей там мои книги. И там просто сесть и переписать, она небольшое, отпечатать. У нас, кажется, даже было где-то, где я не знаю, что вот, именно, когда ты даешь со ссылками на закон Конституции, это имеет большую силу. Значит, они понимают, перед ними людей юридически подкован. И вот ничего лишнего не требуют, и они обязательно должны принять какое-то решение. Но в армии тебя уже не возьмут. Присягу принимать не будешь. То есть гарантия сохранения твоей жизни увеличится в разы. И не по трусости. Я согласен, идти, пожалуйста. Вот у нас, в общем, погоны, мы запрещены погоны носить. Но три человека имеют право. Это юрист, приезжая в Севастя, ты знаешь, он имеет воинское звание. И два врача, Виктор Андреевич Яковлев, и теперь уже на пенсии, двое Николая Фатеева. Да, в общем-то, если он работает, нет, есть звание у Нади Дмухи и у Юли. Вот. Но не в храме. Вот, значит, видишь, мы подходим, как учитывая все. То есть мы не против, но мы мирные люди. И поэтому нацеплять даже простые погонщики на рубашку, отстриги и выбрось. Вот я от этого хотел тебе сказать. Так. Мы сейчас пройдем ко мне. Я там заряжу. Назову какой том. И ты у них возьмешь. Так. Поблагодарим Бога. Если вопрос оттуда. Боже, слава тебе. Беносердный Господь, хвала тебе. Ты благословил нашу мирную беседу. Благослови Александра. И сохрани его жизнь для славы имени Твоего Святого. Прости нам наши согрешения. И помилуй нас, Владыка. И сохрани от того, чтобы мы посягали нарушить прямые указания Твои. Мы обязаны любить врагов. Это Ты так повелел. Чтобы и враги познали истину, приняли Евангелие и не погибли. Тебе, Боже, слава. Тебе хвала, счастье и поклонение, Отец, Сырный Святой Дух. Аминь. Аминь. Всего. Сейчас мы вместе пойдем. Володь, у тебя осталось. Володь, у меня.